Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим о препарате левомепармазин, он же тизерцин. Тизерцин это его коммерческое название. И я вот нашел очень интересные описания пролингов, испытаний на здоровых добровольцах, которые сделал Джулиан на 16 испытателях, 9 мужчин и 7 женщин в 1967 и 1968 годах. Провел такие испытания. Обращаем внимание, что в гомеопатии испытания и исследования проводятся только на здоровых добровольцах, никак не подвергая больных людей, пациентов, какой-либо опасности, каким-либо экспериментам, как сейчас делают в так называемой доказательной медицине. Так вот, очень интересно по этому препарату. У меня ранее также я высказывал мысль о том, что нейролептики, да, тизерцин, собственно говоря, это нейролептик, блокирует допаминовые рецепторы, то есть действует на патогенез, на механизм патогенеза. Применяется при психозах, при тревоге в том числе, при страхах применяется и даже при депрессии. И вот я продолжил свою мысль, ранее я высказывал мысль о том, что нейролептики, они, влияя на манию, которая возникает при психозе, они как бы переводят это в депрессию. И мы сейчас увидим вот в этом описании такие как раз нарушения настроения. А антидепрессанты, соответственно, из депрессии переводят человека как раз в манию. Отсюда и опасность того, что если у человека регистрируется биполярное аффективное расстройство, то при назначении антидепрессантов обязательно должен был быть норматимик для коррекции вот таких перепадов настроения. То есть и смотреть обязательно, наблюдать, чтобы не перешла в фазу, тем не менее, гипомонии. Так вот, в описании, очень интересно, область действия доктор выявил, перечень симптомов, которые получил у здоровых добровольцев. И он пишет, вот область действия психика, нервы, эндокринные железы. Ведущие симптомы психика, страх, будто что-то должно произойти, тревога в предчувствии, панические атаки с желанием звать на помощь, мучительное состояние хуже в помещении, где свет и много людей, страх безумия от нервозности, страх толпы, боится пересекать открытые места, сны о смерти родственников, желание изувечить кого-нибудь во время головной боли, неловкость роняет вещи. И вот то, что, на мой взгляд, ярко относится к депрессии, это трудно сосредоточиться в утомлении. То есть, вот такой идиаторный компонент как раз депрессии проявляется. Лучше от кофе, лучше от курения, то есть, от психостимуляции лучше. Общее состояние усталости, отсутствие энергии утром, это вот так же можно отнести к такой астенической депрессии, или астеническому компоненту депрессии, лучше так говорить. А вот перечисленные выше тревога, страхи, это относится к так называемой тревожной депрессии, или, точнее, к тревожному компоненту депрессии. И вот здесь мы сразу уже видим показания, то есть, если тизерцин назначают именно на тревогу, то он, по всей видимости, может сработать именно как гомеопатическое лекарственное средство, поскольку основной принцип гомеопатии – это лечи подобное подобным. То есть, если у человека есть страх, тревога, возбуждение, и у здоровых добровольцев на каких-то препаратах, на каком-то препарате мы выявили то же самое – страх, тревогу, возбуждение, и мы берем этот препарат и даем нашему пациенту, то мы можем получить и добиться вот этого гомеопатического эффекта, когда болезнь уничтожается во всех своих проявлениях, если мы подобрали подобное под симптоматику лекарство. Далее описание. Анорексия и булимия проявлялась у здоровых добровольцев, отсутствие жажды, несмотря на сухость во рту, не переваривать молоко, молочные продукты, устрицы, желание алкогольных напитков, которые при этом плохо переносятся, снижение либидо и невротическое импотенциум у мужчин, опять мы слышим, что звучит депрессивная симптоматика, горький привкус во рту, зловонное дыхание, вздутие живота после употребления крахмалистой пищи, желание алкоголя, ухудшение от молока, молочные продукты, устрицы, крахмалистая пища, улучшение кофе и табак, что было сказано выше. Вот такой получился симптомы, такие симптомы провинга, и соответственно мы понимаем, что когда человеку назначают тезерцин, в какой-то степени осуществляют и в том числе гомеопатическое лечение, в том числе, то есть кроме влияния на допаминовые рецепторы, кроме такого уже известного влияния на компонент патогенеза, расстройство есть и вполне удовлетворяющее, по всей мести, врачей, которые используют это лекарство, гомеопатическое воздействие. Благодарю за внимание.